Музыка Окончательных сумм, выделенных под расселение ветхих и аварийных домов, на этот год в Перми пока нет. Ждут краевого софинансирования. Сам городской бюджет на эти цели заложил 650 миллионов рублей. В 2018-м рассчитывают расселить примерно 12 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Перечня домов пока нет, но в него однозначно попадут центральные трущобы, говорят в мэрии. Точно будем расселять дома, находящиеся на улице Екатерининской, находящиеся на улице Достоевского. То есть это деревянные постройки, до 1917 года постройки, которые уже начали, к сожалению, падать. У нас была уже аварийная ситуация в одном из этих домов. Мы вынуждены были в срочном порядке людей переселять сначала маневренный фонд, потом из маневренного фонда уже принимать решение об их дальнейшем переселении. Поэтому эти дома однозначно в новую программу попадут. А дальше будем исходить из объема финансирования. Механизм предоставления жилых площадей при расселении в этом году не меняется. Переселение осуществляется по тем же критериям и нормам, которые действовали до этого в жилищном кодексе. Для нанимателей мы обязаны предоставить равнозначное по площади жилое помещение, состоящее из того же числа комнат в черте населенного пункта, то есть в городе Перми. Что касается собственников, то существует обязанность выплатить возмещение за жилое помещение, либо в случае наличия договоренности, то есть соглашения между сторонами, предоставления иного жилого помещения, схожего по характеристикам с тем, который человек занимал ранее. То есть попросить вместо возмещения за жилое помещение готовое жилье можно. Чаще всего гражданам, приватизировавшим когда-то квартиры, и предлагают при расселении готовый вариант жилья вместо компенсации. Но такое возможно не всегда. Сложности возникают там, где долевая собственность. И когда доли очень маленькие, собственник, допустим, 1,02 доли, когда площадь этой доли равна метру или трем, рассчитывает на получение жилого помещения, к сожалению, мы не можем подобрать такое жилье в муниципальном фонде. У нас нет таких помещений с такими площадными характеристиками. Поэтому здесь однозначно вопрос может решаться только путем выплаты возмещения. По каждому конкретному случаю специалисты управления жилищных отношений разбираются детально. Приемные дни по вопросам расселения ветхого и аварийного жилья – каждый вторник и четверг.